Интернет браузеров очень много и все они имеют свою аудиторию пользователей. Поэтому в данном видео мы рассмотрим только самые популярные. Начнем с Google Chrome. Наверное нет ни одного пользователя компьютера, который бы не знал о таком браузере как Google Chrome. Google Chrome это браузер, разрабатываемый компанией Google на основе свободного браузера Chromium и движка Blink. Он достаточно мощный и эффективный, просто идеально подходит для владельцев современных компьютеров. Особенностью данного браузера является то, что он имеет лаконичный интерфейс. Но в том числе и за счет этого он получился очень быстрым в работе и легким для операционной системы. Google Chrome – лидер по скорости среди конкурентов. Кроме этого, Chrome стабилен и безопасен. Он имеет собственную, регулярно обновляющуюся базу вредоносных ресурсов. Если какой-то сайт внесен в базу как опасный или с наличием вирусов, то браузер вам непременно об этом сообщит. Для тех, кто не хочет оставлять следы посещения определенных сайтов, а историю и куки чистить некогда, в Google Chrome присутствует режим инкогнито. В меню «Дополнительные инструменты» можно найти меню «Расширения». По сути, они ничем не отличаются от таких же в других браузерах. Они позволяют расширить возможности и функции браузера. Но перейдя в интернет-магазин Chrome или нажав ссылку «Еще расширение» вы будете удивлены их просто огромному количеству. В Google Chrome присутствует свой собственный диспетчер задач, очень удобный инструмент для управления браузером или ускорения его работы. Инструменты разработчика по достоинству оценят веб-мастера или продвинутые пользователи. Нажав правой кнопкой мыши на любом компоненте веб-страницы и выбрав «Просмотр кода», можно увидеть диалоговое окно, в котором указываются элементы и ресурсы, связанные с этим компонентом, а также код всей страницы. От себя, как от пользователя Chrome, также хочу отметить наличие диспетчера закладок и возможности создания панели вкладок, для возможности быстрого доступа к необходимым ресурсам. Очень удобная функция создания профиля пользователя Chrome и возможности его синхронизации на разных устройствах. Ссылка на страницу, с которой можно скачать Google Chrome есть в описании. Microsoft Edge На смену когда-то единственному и в свое время самому популярному браузеру Microsoft Explorer в Windows 10 пришел Microsoft Edge. Изначально все пользователи отнеслись предвзято к Microsoft Edge, так как Explorer постоянно получал много критики относительно своей нестабильности и медленности в работе. Справедливости ради стоит отметить, что претензий по данным факторам к Microsoft Edge нет. Это и не удивительно, ведь Microsoft Edge – совершенно новый браузер на движке Edge HTML, который не имеет ничего общего с Internet Explorer. Основным как достоинством, так и недостатком браузера является его полная интеграция с Windows 10. Минусом, так как установить его на другую версию операционной системы возможности нет. Но зато Edge работает как полноценное приложение Windows 10 и использует все возможности самой современной операционной системы. Так интеграция в браузер инструмента защиты от твердоносных сайтов и скачиваний Центра безопасности защитника Windows SmartScreen делает его очень безопасным. Субъективно по показателям скорости Microsoft Edge уступает Google Chrome, но все равно его показатели весьма хороши. В Edge также реализована возможность установки расширений, но их количество и ассортимент уступает Google Chrome. Реализован также режим InPrivate и средства разработчика. Но Google Chrome был в этом первым. Microsoft Edge производит впечатление вполне добротного браузера, который без проблем справляется с основными задачами неприхотливого пользователя. Opera, как и Google Chrome, хотелось бы уделить особое внимание. Это один из самых старых браузеров, который в последнее время начал возрождаться. Расцвет его популярности был во времена ограниченного и медленного интернета. Часто у пользователей есть привычки иметь прозапас ещё один установленный браузер. Для этого отлично подходит браузер Opera. Причём это касается как версии для ПК, так и мобильной версии. У Opera есть свои фишки, аналоги которых есть далеко не у всех конкурентов. Нельзя обойти стороной функцию Opera Turbo, которая позволяет значительно увеличить скорость загрузки сайтов. Так, при включении турборежима в перегруженных или медленных сетях страницы открываются гораздо быстрее. Кроме этого, такая функция очень актуальна для владельцев интернета с ограничениями по объёму трафика. Opera не только увеличивает скорость загрузки страниц, но и значительно сокращает объём получаемого и передаваемого трафика. Режим экономии энергии Opera позволяет сэкономить до 50% заряда батареи планшета или ноутбука. Экспресс-панель закладок также достойна внимания. Это, конечно, не инновация, но всё равно очень удобная фишка этого браузера, который имеет своеобразный интерфейс. Как и Google Chrome, Opera также может похвастаться большим количеством различных расширений и тем оформления. А если и уступает, то не сильно. Но, наверное, главной фишкой браузера Opera, отчасти благодаря которой он переживает возрождение, есть встроенный VPN. В эпоху закона Яровой и рассвета деятельности Роскомнадзора, а также запрета Яндекса, Mail.ru, ВКонтакте и Одноклассника в Украине, нет ничего лучше, чем браузер с бесплатным встроенным VPN-сервером. С его помощью вы без труда зайдете на запрещенные сайты или сможете смотреть фильмы, которые заблокированы в вашей стране по требованию правообладателя. Именно из-за этой невероятно полезной функции пользователи устанавливают Opera Mini на свои смартфоны и планшеты или используют ее как второй браузер на ПК. Детальное видео о том, как обойти блокировку сайта ВКонтакте, Одноклассники, Яндекс, провайдерами в России или Украине и что делать, если не работают приложения ВКонтакте, Одноклассники, Яндекс, Яндекс.Почта, Карты, Навигатор, Диск, Мейл, Ру также посмотрите на нашем канале. Ссылка на эти ролики есть в описании. Ссылка на страницу, с которой можно скачать Opera есть также в описании. Яндекс.Браузер Яндекс.Браузер – достаточно молодой и современный браузер от российской поисковой системы Яндекс. Во многих рейтингах этот браузер для ПК занимает второе место по популярности после Хрома. Яндекс.Браузер построен на базе Chromium, поэтому почти всё, что было сказано о Google Chrome, в равной степени относится и к браузеру от Яндекса. По некоторым особенностям работы Яндекс.Браузер очень схож с Google Chrome – просто интегрируется с сервисами Яндекса. Это делает браузер очень удобным для тех, кто регулярно взаимодействует с сервисами от Яндекс. Как и многие другие российские разработчики, Яндекс любит подсмотреть идею конкурентов. Волшебную функцию Opera Turbo я описал ранее, здесь по сути тоже самое, повторяться не будем. Хочу отметить общий интерфейс браузера и Яндекс.Дзен. Можно выбрать изображение из огромного количества готовых фонов или возможность загрузить собственную картинку. Ваши персональные рекомендации – разные статьи, новости, обзоры, видео и многое другое – прямо на стартовой странице. Открыли новую вкладку и очнулись через час. Реально полезный инструмент Яндекс браузера – умная строка. Ответы на вопросы прямо в поисковой строке. Без необходимости переходить в результаты поиска и искать по другим страницам. Яндекс браузер часто позиционируется как безопасный веб-браузер. В браузер встроена технология активной защиты Protect, которая проверяет скачиваемые файлы на вирусы, предупреждает об опасных сайтах, защищает ваши пароли, номера банковских карт и другие данные при работе в интернете. Можно провести аналогию между данной функцией и аналогичной, которая встроена в Microsoft Edge с названием Smart Screen. Приятно радует функция управления браузером с помощью быстрых жестов мышью. Для этого достаточно зажать правой кнопкой мыши и произвести конкретные действия для получения нужной операции. Это жесты вправо, влево, вверх, вниз и т.д. К недостаткам Яндекс браузера я бы в первую очередь отнес его навязчивость Вспомните, какую бы программу вы не пытались установить, каким бы сервисом не пользовались, везде предлагается его установка. Причем если в нужный момент не убрать галочку, он обязательно установится и изменит стартовую страницу. Сложно доверять программе, которая пытается обмануть любой ценой. И чуть ли не заставляет установить себя на компьютер. Тем не менее это вполне достойный продукт, которому доверяют многие пользователи. Ссылка на страницу, с которой можно скачать Яндекс браузер есть в описании. Mozilla Firefox Mozilla Firefox так же как и Opera когда-то очень популярный браузер. Сегодня он конечно сдал свои позиции. Тем не менее является довольно популярным и качественным браузером, которому доверяет много пользователей. Mozilla Firefox больше популярен за рубежом. Движком приложения является Gecko. Он находится в свободном доступе и продолжает улучшаться разработчиками. Формально это первый браузер, который имел большую базу расширений еще до возникновения Хрома. Он был в числе первых, кто реализовал режим максимальной конфиденциальности, который изобрели в компании Google. Mozilla Firefox в темпах своего развития не отстает от Хром, но и не следует за ним, копируя функции. Браузер обладает простым, удобным интерфейсом. Изначально браузер пустой, то есть в нем имеются только самые необходимые функции. Однако инструментарий программы можно безгранично расширять сторонними приложениями. Расширение плагинов у Firefox бездна. А некоторые уникальные есть только для него. Но имейте в виду, чем больше их установлено, тем больше будет притормаживать браузер. К сожалению, у Mozilla Firefox есть такая особенность. Пользователи отмечают очень удобную панель закладок браузера. Быстрый доступ Ctrl-B. Она открывается в левой части окна программы и никак не мешает пользователю. Mozilla Firefox имеет некоторые недостатки, такие как иногда медлительный интерфейс по сравнению с Хром, Opera и Яндекс. Производительность не очень высокая, но вполне приемлемая. Требует достаточно большого количества оперативной памяти для нормальной работы. Поддерживает не все скрипты, поэтому иногда неправильно отображается или функционирует содержимое страниц. Этот браузер можно очень тонко настроить под себя, но на это придется потратить время и нужно иметь подобный опыт. В разных тестах какие-то браузеры были лучшими, какие-то худшими. Ну а Firefox, как правило, держится посредине практически везде. Ссылка на страницу, с которой можно скачать Mozilla Firefox есть в описании. В завершении данного видеоролика хотелось бы объективно оценить каждый браузер. Для этого мы решили протестировать их одним из многочисленных инструментов для проверки браузеров. Их много. При желании можете воспользоваться другим. Но мною был использован браузмарк, ссылка на него есть в описании. Результаты тестирования перед вами. Google Chrome – Microsoft Edge – Opera – Яндекс Браузер – Mozilla Firefox Делать рейтинг из рассмотренных браузеров я не буду. Они все по-своему хороши, в зависимости от целей, для которых будут использоваться. Вы можете использовать любой из них, если он вам нравится или подходит по каким-то критериям. На этом всё. Не забывайте ставить под видео лайк. Также подписывайтесь на наш канал. Там много полезных роликов для вашего компьютера, ноутбука, планшета или смартфона. Всем спасибо за просмотр. Пока.